Сегодня Лиза Казинец. Доброе утро, Лиза. Привет. Привет. У Лизы уже есть несколько наград на этом поприще. В связи с чем, хочу спросить, давно поете? Пою давно, да, с самого детства. Наверное, с садика уже запела. Ну, с садика мы все запели. Нет, ну вот прям, чтобы пойти заниматься, где-то со школы, с началки... Ну, сначала меня в хор отправили. Это у родителей было такое бешеное желание, чтобы я занималась в хоре. Но я хор долго не выдержала. Хватило буквально уже несколько лет. Ну, сольной карьеры хотелось. Нет, тогда я этого не понимала, что мне хотелось сольной карьеры. Просто я понимала, что это не мое, что я не могу, мне не нравится. Вот, и я ушла. А потом уже со школы начала заниматься у преподавателей. Сначала в школе, потом уже где-то в другом месте, в третьем, и вот так. Когда появились свои песни? Я тогда, когда я начала заниматься, учиться на гитаре играть, это было, ну, может быть, мне лет 13, точно не скажу. И тогда мне очень захотелось, вот прям моя мечта была, я хотела писать песни под гитару конкретно. Я пошла, этому обучилась, и всё. Одну заодно я начала писать песни, а именно записала, чтобы на студии, чтобы, ну, в серьёзную форму песню обличить. Это случилось только перед моей свадьбой, буквально полтора года назад. До этого я как-то боялась, мне всё казалось вдруг не понравятся мои песни. То есть причина – любовь. Ну, да, мне очень хотелось записать песню и сделать такой подарок на свадьбу. Хотя многие скажут, что это банально, каждый второй пишет песню на свадьбу. Ну, не каждый второй красиво это делает, извините. Я одного человека не знаю. Да, почему-то я знаю очень много людей. Ну, просто, видимо, крутись в одной тусовке, да. Ну, что подарит-то? Ну, что я, я как всегда спою. Ну, что-то подарит. А о чём преимущественно песни? О любви или что-то ещё есть? Такое философское, может быть? Поначалу, конечно, да, большинство песен было о любви. Ну, и возраст такой был какой-то романтический, может быть. Да, почти всё описалось о любви. Сейчас уже я пытаюсь немножко от этого отойти. И некоторые песни у меня есть там совершенно о других вещах. Например? Секрет? Ну, нет. Ну, о стройке. Ну, о мужчинном геноме. Нет, одна песня есть о музе, о том, что в каждом человеке живёт муза, и нужно просто понять, что тебя вдохновляет, и творить. Вот, например... Ну, ничего такого суперфилософского. Да нет, это нормально. Нет, почему-то. Конечно, да. Прекрасно. Многих вдохновляет любовь. А что насчёт аккомпанемента? Кто вам помогает? Есть ли у вас группа музыкантов? Нет, группы нету. А мне, конечно, всегда хотелось. Вот, в основном я сама себе аккомпанинирую. Хотите, мы вам сейчас позовём у желающих в вашу группу? Да, я за. Давайте. Если найдётся... Если вы играете на каком-то музыкальном инструменте, если вы хотите попробовать себя в коллективе, пожалуйста... И вам понравится творчество Елизаветы. И вам понравится творчество Елизаветы. Да, творчество Елизаветы. Пожалуйста, в нашей группе ВКонтакте вы найдёте ссылку на её аккаунт. И, пожалуйста, пишите мне, будем творить. Есть ли у вас рэп-точка, что творить? Зайдём? Да, без проблем. Это вообще... Тут вот указано, что вы первое место заняли в караоке-баттле. Что спели? Какая была победа? Во-первых, я не знал, что есть такие караоке-баттлы. Очень много у нас по-новосибирскому. Я знаю конкурс караоке, но караоке-баттлы? Я участвовала где-то в четырёх, наверное, в разных караоке у нас в Новосибирске. А ты какая песня победила-то, Дмитрий Малик, Дима Билан? Там не песня была, там было несколько туров. Поначалу мы пели «Что захотим», потом песню выбирал, например, предыдущий участник, следующему, из тех, которые были в списке. А последняя песня... Ай, не помню. Ай, ну ладно. Какая-то... То есть сами мы не выбирали. Второй-третий тур песню тебе дают какую-то, да. И ты мог её вообще ни разу в жизни не слышать, да? Вот это трудно. Ну, по идее, да. И такое было. Мне, наверное, кажется, что мне повезло, потому что... Все песни знала? Да. Хотя бы на сколько? Я их знала, да. И вот парень, который остался со мной уже под конец, вот мы уже с ним соревновались, кто победит, он просто не знал песни. Я думаю, он бы тоже круто спел, и, может быть, он бы выиграл. Я сейчас как бы сделал открытие, наверное, для вас. Караоке придумали для тех, кто не умеет петь. Вы не знали об этом? Нет, я так не считаю, на самом деле. Нет, я понимаю, что очень много людей ходят в караоке, те, кто не умеет петь. В основном, в основном. Да, да. И знаете, как смотрят, Надежка умеет петь, да? Это, помнишь, в сериале «Друзья» Моника, которая шеф-повар пошла на курсы для начинающих, чтобы готовить, и такая, ой, смотрите, я сделала звезду, когда вам нравятся мои печеньки, можете давать мне звезду. Ну, хорошо, ладно. А если вот, так сказать, настроение просто такое, захотели исполнить песню в караоке, какая есть песня любимая? Ну, в основном, это иностранщина. Вот, иностранщина. Что-нибудь, Бритни Спирс, Love Rock'n'Roll, Шакиру, я очень люблю, что еще, ну, там, Даффи, что-то такое. Ну, конечно, самая любимая – это своя песня, да? Но ее в караоке, к сожалению, нет. Эксклюзивно для радио 54, презентация новой песни Лиза Казинет, называется она «Как тебя любить». Прямо сейчас, слушаем. Ну, вот она та самая исполнительница той самой прекрасной песни, Лиза Казинетс у нас в студии. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Ну, что, творчество-производство, ну, то есть написание какой-то песни обычно легко, тяжело дается? Насколько долго процесс? Это очень тяжелый процесс. Это очень тяжелый процесс. Примерно по времени? Как это? Это зависит от человека, с которым ты работаешь. Но в среднем… Сам с собой, когда работаешь, когда песню пишешь. А, да, это-то быстро слова накидал, мелодию придумал. В маршрутке еду, еду, о, песня. Потом, ага, мы знаем, что из такого получается потом. Это не шутки, мы встретились на шутки. Да, да. Ну, я так понимаю, что творчество такое, современное, да, все-таки? Ну, да, стараюсь. Я сейчас начала подстраиваться под современный лад. Такой арамби, да? Ну, да, попробовать. Это моя первая песня в таком жанре, скажем. Тогда нужен мальчик. Нужен мальчик, чтобы типа там… Всем привет, делай рыб и вы! Мне с тобой-то хорошо! Стас еще дрыгает, очень прикольно под это. Надо видеть. Ну, так я просто, ну, как бы, так сказать, обыграл формат… Кстати, про клип не задумывалась. Почему я задумывалась, но пока что это дорого, и нет смысла, когда у тебя нету какой-то крутой песни. Если какая-то песня… Молодец! …прям зайдет, молодец! …и все будут ее слушать и говорить, блин, какая крутая песня, тогда я считаю, что уже есть смысл сделать клип. Как ты понимаешь, что она не зашла, если, не знаю, в ВКонтакте распространяешь музыку, на Ютубе как? В ВКонтакте, в Инстаграме, вот, недавно начала выкладывать на iTunes, но это, конечно, пока что такой уровень… Есть какой-то круг… Вот это первые шаги, Руиза. Да, это первые шаги. Есть какой-то круг людей, незнакомых, не из друзей, кто слушает… Ну, да, конечно, есть. Некоторые даже пишут куда-нибудь, либо в Инстаграме, либо ВКонтакте, что классная там песня, ты-то молодец, что-то такое. Некоторые… Нет, на самом деле, всё равно приятно, потому что некоторые люди, от которых совершенно не ожидаешь вообще услышать какой-либо комплимент, когда они тебе пишут, что «нифига себе, я вообще не ожидал, очень здорово», и ты такой «я молодец». Самое интересное, помимо музыки вообще есть какая-то основная деятельность? Работаем, учимся, что делаем? Я уже не учусь, вот, последнее время работала, да, пела Галидея, 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 я пела, последнее время я сделала упор на это, но пока что я уволилась, и сейчас, честно сказать, откуда-откуда уволилась? Ну вот, из Галиды, да, мы там пели, сейчас пока что я, честно сказать, думаю над тем, чем бы мне заняться в будущем. Так на голос надо ехать, У вас хороший муж, Елизавета. Отлично, что вы. У неё есть возможность подумать, чем она хочет дальше. Ну, я и говорю, раз есть такая возможность, вперёд. Я ему предлагаю продюсировать меня. По-моему, он этим и занимается, если честно. Так, может быть, он тогда, всем привет, делай рэп, я с тобой хорошо. Я ему этот вариант тоже предлагала, чтобы он пошёл, тоже как-то поучился, начал петь, у нас была бы своя группа. Всё в дом, всё в семью. Да, но он не совсем в том направлении, вот он другим занимается. Ну, мы догадываемся, раз у вас есть время подумать, чем дальше заниматься. Догадываемся, да. Вообще, какой видите, мы уже говорили, да, что есть мысли о том, чтобы группу, да, расширить состав коллектива. Какой видите её? Какие там даже инструменты, какие участники, в каком стиле вы будете, есть уже какие-то наброски вы говорите? Поначалу мне очень хотелось связать мою музыку как-то с фортепиано. Ну и у меня даже есть наброски, песен, и одна песня прям есть готовая под фортепиано. Мне очень нравится. Регубин пишет. Лиза не знает, кто такой Регубин. Хотя у него есть песня про Лизу. Это мой любимый был исполнитель в детстве. Да, я нашла её. Вот она, подруга моя, пришла. Кстати, по поводу исполнения вживую сейчас Лизавета приготовила для нас musical surprise. Am I right? Да, песня называется Лети. Итак, Как же, как же высоко светит солнце твоей тёплой любви. Мне с тобой действительно легко, я как будто парю, посмотри. И не важно, что было раньше и что нам встретиться по пути. Ведь мы с тобой двигаемся дальше и всё сумеем вместе пройти. Лети, лети, лети со мной по нашей любви. Лети, лети, и мою руку не отпусти. Лети, лети, лети со мной по нашей любви. И мою руку не отпусти. Не отпусти. Улыбнись так широко, как можешь ты, ведь твоя улыбка дарит мне тепло. Даже в дни, когда бывают трудности. Вдруг становится легко. Я так рада, когда ты рядом. И что друг друга мы смогли найти. И стоит только повстречаться взглядом, чтобы понять, что мы на правильном пути. Лети, лети, лети со мной по нашей любви. Лети, лети, и мою руку не отпусти. Лети, лети, лети со мной по нашей любви. Лети, просто лети И хоть солнце погаснет, тучи навеснут Наша любовь будет наполнена смыслом Под ясным лучом нежного счастья Не сможет прожить никакое ненастье Ненастье Как же, как же высоко светит солнце твоей теплой луны Спасибо Лиза Казинец, браво! Лиза, вы ничуть не хуже того, что у нас в ротации А некоторых даже лучше, да простит меня музыкальный редактор Очень хотим, мы поговорим с ним об этом Лиза, за все хорошее надо платить Я не имею ввиду, что вы должны нам денег за то, что вы тут спели Я имею ввиду, вы должны нам хорошую, забавную историю из жизни Давайте Я, когда вот пошла учиться играть на гитаре У меня была цель писать песни И у нас были очень хорошие отношения с моим преподавателем Крутая женщина, Людмила Федоровна Она, к сожалению, сейчас не преподает Вот, но мы всегда приходили Когда занятие проводилось, мы всегда смеялись Рассказывали другим какие-то истории Вот, и она постоянно мне говорила Лиза, играй классическую музыку Ну, потому что, чтобы хорошо научиться играть на гитаре Конечно же, нужно уметь играть по нотам Вот эти все тяжелые произведения Вот, но как только я взяла первые три аккорда Я начала писать песни одну за одной И то есть я не делала домашнее задание Приходила к ней каждый раз со словами Я принесла новую песню И она уже Боже, Лиза, пожалуйста, сыграй хоть одно произведение Но у меня не заходили произведения вообще никак Вот, и в итоге меня попросили уйти И после этого преподаватель не преподает больше Нет, у нас просто были такие хорошие отношения Что мы поговорили Она сказала Ну, знаешь, и вижу, что ты не хочешь Ты не хочешь играть эти песни Тебе вот этих аккордов достаточно Ты хочешь писать музыку Ты сейчас ее можешь писать Иди, иди с Богом Если хочешь идти, иди Лиза, исполни классику Просвистела Спасибо большое Лиз Казинец была у нас в гостях И прекрасные ее песни Если вам захочется с ней посотрудничать В музыкальном плане, пожалуйста Спасибо, Елизавета Спасибо вам Да, за музыку, за атмосферу Мы тоже всем говорим слушателям Спасибо за внимание Прощаемся до понедельника Всем позитивных, добрых выходнин добра и позитива живите интересно